Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня такой вопрос, при наличии детей за 8 лет совместной жизни, узнав об измене мужа, выгнала, он и пошел проживать к той пассе. Прошел уже месяц, я вроде уже остыл и даже простил желание сохранить семью его рядом непередаваемо. Стоит ли что-то делать, если смысл что-то восстанавливать и пытаться хранить, или просто отпустить любя? Вараня, спасибо. Спрашивает Валентин. Ну, в первую очередь, нужно сказать, что у вас на появление определенной проблемы есть реакция. То есть, вы, узнав об измене, своего мужа выгоняете. Я не говорю сейчас о том, что то, как вы поступили, это плохо или хорошо, я говорю о том, что это некая готовая поведенческая модель, как реакция на какую-то проблему, как реакция на, ну, скажем так, определенный вызов, с которым вы сталкиваетесь. Да? И, соответственно, у данной реакции есть своя цена. Дело в том, что, выгоняя человека, мы, в общем-то, показываем ему свое отношение. И мы показываем то, как мы к ним относимся. Да, мы это делаем на эмоциях, да, мы этого не ожидали. Да, для вас это славно, но хочется обратить внимание на то, что вы выбрали его именно выгнать. И почему-то вы такой выбор сделали. И почему-то сейчас это изменилось. И вы говорите, что желание сохранить семью и его рядом непереносимо, непередаваемо. А что это за желание? Уверены ли вы, что вас волнует личность вашего мужа? Уверены ли вы в том, что вы хотите сохранить его рядом, чтобы иметь возможность сделать его счастливым, а не для того, чтобы он давал что-то вам? Дело в том, что если расклад такой, то, скорее всего, ситуация может повториться, потому что при таком подходе к отношениям, люди в них остаются часто неудовлетворенными. И, соответственно, если вы любите своего мужа и хотите что-то делать для него, и если вы считаете, что, если вы думаете, если вы хотите делать счастливым его, то вам нужно в первую очередь задать вопрос себе, а для чего ему возвращаться к вам? Вы знаете, для чего он нужен вам, а зачем вы ему? Такой вопрос нужно задавать. Понимаете? Вот. И, соответственно, с этого все и начинается. Мужчины не изменяют и не уходят, так же, как и женщины не изменяют и не уходят к другим. Если в семейной структуре все хорошо, а вот, соответственно, и теперь есть проблемы. И я думаю, что одна из проблем заключается именно в том, что вы хотите сохранить семью его рядом. Вот. То есть семья здесь воспринимается как некое средство для поддержания своего психологического комфорта, а не результатом неестественного развития отношений между людьми. Понимаете? И вот с данным аспектом и нужно работать, чтобы вы не воспринимали семью так, чтобы вы воспринимали семью все-таки несколько по-другому, да? Все-таки несколько иначе. Это очень важный момент, это очень важный такой когнитивный, я бы сказал, аспект, потому что люди часто делают эту ошибку. И, соответственно, если вы переключите свое внимание с сохранения семьи на вот то, что, чтобы делать счастливым вашего мужа, то, соответственно, и уходить, как бы, ему, ну, будет уже не нужно. Вот. Понимаете? Какая штука. Я думаю, что именно так, в принципе, вам на данный момент можно ответить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. То есть, есть ли смысл решать вам, но сначала нужно увидеть, а что это за смысл, за смысл, и разделяет ли его ваш муж. Понимаете? Вот. Идея-то ведь в том, чтобы ваши приоритеты были, были созвучны, скажем так. Созвучны с приоритетами вашего супруга. Вот. А если вы воспринимаете его как средство, то и, соответственно, оставаться с вами ему не нужно. Возможно, именно по этой причине он и ушел. Вот. Следующий важный момент, на который хочу обратить ваше внимание, заключается в следующем. Измена, ну, вот, как бы, в данном случае, да, вот, то, что вы, ну, как бы, столкнулись с такой ситуацией, являются травмой для вас. То есть, для вас это травма. Это именно что? Травма. Психологическая травма. И, соответственно, вам имеет смысл поработать именно с травмой, потому что, что такое травма? Это разрыв, болезненный разрыв на сильное изменение психологической реальности, в которой живет человек. И одну из первых реакций, которые свойственны людям в этой ситуации, это попытка эту реальность вернуть. То есть, именно вернуть ее в положение, в котором она была. Это реальность. Но это, к сожалению, несколько дезадаптивная модель поведения, потому что реальность меняется, и то, что произошло, возможно, и является следствием изменения, например, приоритетов вашего мужа, например, изменения ценностей вашего мужа. А может быть, может быть, и вашего изменения. Изменения ваших ценностей, ваших приоритетов. Ну, к примеру, к примеру, о чем здесь может идти речь, да? Например, муж пришел к другой женщине по, допустим, причине того, что перестал чувствовать себя мужчиной, славно. А чувствовать, например, себя только мужем, то есть, партнером по какому-то общему, ну, хозяйству, там, и так далее, допустим. И только родителям, то есть, как бы, только отцом. Но человек хочет чувствовать себя в разных ролях, это естественное желание. И вам нужно, конечно, в этом смысле проанализировать модель своего поведения и посмотреть, как бы, ну, вот, допустим, он-то вернется, да? Вы-то, может быть, и сможете его вернуть. А дальше-то что? Без, скажем так, перемен, да, без изменений определенных ситуация в этом смысле не изменится, она останется той же, и ситуация может повториться. И, в общем и целом, ну, как бы, еще раз, например, вам, вашего супруга, вернуть будет довольно сложно. То есть, это тоже нужно учитывать. Вот. Понимаете? Поэтому сейчас то, на что вам нужно обратить свое самое пристальное внимание, это то, вот, мое, мое желание, да, его вернуть, с чем оно связано? Мое желание его вернуть, на что нацелено, на что направлено. Вот. То есть, для него ли я это делаю или для себя? Если для себя, то что я, какую проблему я решаю? И почему я перекладываю ответственность за это на, допустим, своего мужа? Это первое. И второе, а зачем ему для меня это делать? Зачем ему, ему ко мне возвращаться? Вот. Знаете, вы, вот, я понимаю, что это, ну, как-то, может прозвучать не очень хорошо, да, но вы, желая вернуть мужа, да, по моим ощущениям, продолжаете, в какой-то степени, думать о себе. Вот. И это нормально, что вы думаете о себе. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что вы не должны о себе думать. Я говорю о том, что то, как вы о себе забудетесь, то, как вы это делаете, вызывает, ну, вот, вопрос, к сожалению. Потому что, условно говоря, ну, вероятность того, что вы получите удовлетворение от такой модели реализации своих, ну, потребностей, например, да, вот, довольно низка. И есть ощущение, что по-прежнему, по-прежнему, вот, вы останетесь, как бы, неудовлетворенно, только теперь, например, будете естественным образом, там, бояться того, что... человек, ну, опять удовлетворенно, вот, вы же, даже, вот, как бы, его, новую женщину, вы называете, по-сидей, то есть, ну, здесь, как бы, налицо, вот, этот аспект. Ну, как бы, демонстрирующий, что вы, как бы, ее обесцениваете. То есть, вы, у вас к ней негативные отношения. А это проекция, то есть, присвоение определенного, вот, ну, определенного противоречия, определенного конфликта, скажем так, внутреннего другому человеку. Это такая вот психологическая защита, защита, вот, чтобы их, как бы, ну, вот, остаться, что называется, в том положении, в котором вы сейчас находитесь, вот. Вот. Не меняя его. Не меняя самой. Вот. Понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Обратную связь начинаю в первую очередь вам для того, чтобы сформировать начальные постулаты для психотерапии. Продолжение следует...